Казуков Фэмили 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 Окей. Так, а где у нас завал-то был? Явно не здесь, да? Ладно, погнали. Чё? Ха, а это не перевели. Весело. О, надеюсь, сработает. Хей, получилось. Ты просверлила дыру в куче щебня. Браво. И мне кажется, я неплохо поработала. Продолжай. Теперь зонт. Чёрт! Надеюсь, ты её не потеряла? Нет, всё в порядке. Для управления зондом нужно воспользоваться пультом на темпорации. А... Какую кнопку подожди. Найджел? Сальвадор. Я только что видела Найджела. Там, за стеной. Он жив. Это была просто галлюцинация. Но он... Он не мог выжить после такого падения. Мы должны ему помочь. Ты уже закончила свою работу. Иди уже, чёрт бы тебя побрал отдыхать. Он жив. И я его найду. Это был приказ, радист. Твои приказы здесь ничего не стоят. Иди спать. Блин, реально... Прям местами мультик напоминает. Обожаю. Вот такие квесты. Их мало, но круто, конечно. Так, чего? Стоп. Какая дырка в полу, не пойму. Не надо мне ничего рассказывать. Вы слишком слабы для этого. Да, я и сама знаю. Поэтому я даже пытаться не стала. Ха. Ага. Тот хрен чё-то делает. Погнали. Так. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь помочь мне сделать дрель немного мощнее? Плазменную дрель? Зачем? Мне нужно пробить себе дорогу в библиотеку. Эй, это слишком опасно. Всё здание может рухнуть. Я прослежу, чтобы не рухнуло. Я хоть раз в жизни сломала что-нибудь по-настоящему важное. Ты можешь повысить уровень подаваемой энергии с помощью конденсаторной мембраны. К сожалению, у нас есть только одна мембрана, а она нужна мне самому. А можно её ненадолго одолжить? Я немедленно верну её обратно, обещаю. Нет, не получится. У меня цветовой модулятор глючит, и мембрана мне нужна, чтобы контролировать уровень энергии. И если луч хотя бы немного покраснеет, пульсогенератор распилит мне все приборы. То есть она нужна тебе, чтобы луч оставался синим? Да, именно. Ты всё поняла. Найджел всё ещё жив. Ты уверена? Я его видела. Нам нужно срочно бежать к нему. А Сальвадор... Он не хочет помогать. Когда ты в последний раз спала? То есть... Ты мне не веришь? Тебе нужно отдохнуть. Спасибо. Я уж как-нибудь и так справлюсь. Эй, подожди. Ещё мне сказать надо что-то Дельвину. Интересно, когда-нибудь всё будет снова так же, как раньше? Что ты имеешь в виду? Ещё неделю назад мы сидели все вместе и рассказывали друг другу истории. А теперь у нас есть только это задание. Это так... Не справедливо? Да. А зачем, ещё раз, тебе нужна мембрана? Ты всё же не совсем до конца всё поняла, да? У меня цветовой модулятор глючит, и мембрана мне нужна, чтобы контролировать уровень энергии. И если луч хотя бы немного покраснеет, пульсоген... То есть и луч должен оставаться... Спасибо. Тогда я пойду дальше. Увидимся. Так, хорошо. Он ничего нам не даёт. Так. Я извлеку фильтр. Синий фильтр из плазменной дрели. Так, подожди. А этот синий фильтр может заменить конденсаторную мембрану? Можно взглянуть? Это несколько грубо, но в принципе может получиться. Удивительно, в самом деле получается. Вот. Думаю, можешь забрать мембрану. Только будь осторожней. Это просто сетка? Ну да. Чтобы использовать мембрану, нужно вставить в неё источник питания и подключить к ней дрель. Сетка, получая энергию от батареи, концентрирует её и отдаёт конечному устройству. А я как раз только что нашла в лагере батарею. Значит, у тебя есть всё необходимое. Ладно, спасибо. Так. Всё, теперь нам назад можно гнать. Так, подожди. Текст. Текст. Подожди. Вроде бы всё ещё держится. А... Так, подожди. На какую букву можно применить? Это ничего не даст. О, подожди. Это красное стекло слишком толстое, а конструкция слишком ненадёжная. Либо я сломаю руку, либо Сальвадор больше не вернётся. Хм. О, нет. И то, и другое будет грубо. Так, подожди. Посмотрим. Так, маленький круглый кусок стекла. И светится красным. Обращаться с дрелью у меня получается всё лучше и лучше. Так, подожди. Теперь дрель должна быть мощнее, чем с синим фильтром. Отлично. Так-с. Пробуем, наверное. На этот раз должно получиться. У меня была сетка с батарейкой, а также фильтрационный модуль с красным стеклом. И богатая фантазия. Я не знаю, откуда у вас эти познания о лазерах, но красные лазеры обладают меньшей энергией, чем синий. А как работает эта ваша мембранная сетка, это для меня вообще загадка. Я так рисковала, чтобы оказаться сегодня здесь. И ты думаешь, что я могла это всё просто выдумать? Ты с ума сошла? Мы сидим тут посреди развалин, а ты стены разносишь. Дверь теперь открыта. Подожди-ка. Как ты это сделала? Я сконцентрировала подаваемую энергию и с помощью импровизированного модулятора изменила частоту пучка. Интересно. Это даже очень интересно. Иди-ка сюда. Ты не имеешь права мне приказывать. Я просто хочу тебе кое-что показать. Так что иди сюда. Эй, это что значит? Дрель мне ещё нужна. Это чтобы ты до самого фундамента дырку не прожгла. Мембрану можешь оставить себе. А теперь уйди из глаз моих. Вот наглый тип. Просто. Найджел. Алло. Тыкс. О, вот и кристалл с данными. Мне пока жить не надоело. Блин, как же красивая игра нарисована. Охренеть. Лампа? Чё за гнездо? Гнездо для одной из этих сигнальных ламп. А-а-а. Так. Ммм. Тыкс, тыкс, тыкс. Чё? А-а-а. Вот оно чё. Всё, подали. Тут минимум 15 метров. Совсем внизу находится лестница и две витрины или что-то в этом роде. Будем знать. Так, а терминал не рабочий, да? Хмм, нет питания. Ну, естественно. Чё стоило доказать, когда нет питания, да? Да, у весла нужная длина. Нет. Ручей смыл его дальше вниз. Ну, а ты чё ожидала? Опа-та-та-та. Такс. Используем ножик... Хреножик на терминал, да? По сути. Я прав? Ах, нет. Как раз то, что нужно. Да. Это было непросто. Ээээ, так подожди. Итак, маленький чип, ты отлично поработал. Но теперь уже пора идти. Удачи. Так, с лампу можно использовать? Нет. В смысле? Не хватает нового чипа. Это я понял. А, стоп, подожди. Нет, нет. Ни в коем случае. Да подожди ты. Ээээ... А... Стоп. А... А, ну хорошо. Ладно, давай. Немножко не то сделали, что надо, но да ладно. Такс. Лучше я сделаю это сверху. Делай. Надеюсь, эта гора щебня выдержит мой вес. О! О, получилось. Теперь мне лишь осталось... Опля. Ну вот и всё. А теперь нужно снова спускаться в ни... И-и-и-и-и... Ну давай, попробуем. Вниз спуститься. Обыскать. Да кто-то его скоммуниздил, сто процентов. Тек, осмотреть. Погнали. В левой витрине стоял старый монитор. Толстый, неуклюжий, прямо как твой, вон там, в углу. Похоже, вы оказались в архиве. Ха! Классно! В сохранение старых машин вкладывалось больше средств, чем в сохранение климата. Вот тут я вам с радостью поверю. Хм. В правой витрине находился большой черный диск с какой-то надписью. К Элизе. Ха-ха! Это была пластинка. Ну, чтобы... Вы удивительно хорошо разыгрываете незнание. Пластинки есть везде. Наверняка вы видели такую не в первый раз. Возможно, это была последней. Хе! Ух ты! Эй, есть тут кто-нибудь? Замок? Электронный замок? Как странно. Электронный замок? Тут проход к турбинам. И... Ох, как же это сложно. Интересно, каково назначение всех этих переключателей? Хм. Цвет маленькой лампы над переключателем изменился. А ползунок справа переместился. Стоит, пожалуй, посмотреть, что будет, если все лампы загорятся зеленым светом. Так... Так... Красный... Красный... Так... Пять колесиков. Пронумеруем их слева направо. При первом повороте вправо повышает уровень на единицу плюс один. Жалкий... Время вернуть... Ты... Время вернуть... Время вернуть... ... ... Так, подожди. Колесо. Колесо, колесо, колесо. Не понял. А, вот. Так, подожди. А какое колесо грузить? А, стоп, подожди. Один. Один-один. При первом повороте. Стоп, подожди. Потом минус четыре. Минус пять. Минус пять. Минус один. Минус четыре. Минус пять. Минус два. Минус два. Минус два. Минус три. Есть. Теперь, если я активирую главный переключатель, снова должно появиться электричество. пункт края Sie. Ой. Ну вот. Короткое замыкание. Так, подожди. А, где две витрины было, да? А, кабель. Проследовать, посмотрим. Он идет вдоль стены, причем вот до этого места, а потом он просто пропадает. Давай. Да, проблема решена. Окей, возвращаемся назад. Такс, забираемся по Лиане наверх. Такс, я так понимаю, что мы включили терминал, да? Нет? А, вот второй терминал. Точно, ёпростэ. Интересно, блин. Здесь несколько поломанных плат, раздавленная система вентиляции и чип. Возьму его с собой, может быть он еще работает. Так, я так понимаю, логично подойти в то гнездо. Тикс. Не хватает нового чипа. Так. Мне не хватает людей и зверей. Все время только эти машины, которые даже не поблагодарят тебя, когда им помогаешь. Ох, как же все плохо. Добрый вечер. Большое спасибо за ожидание у этого терминала. Э-э-э... Добрый вечер. Не за что. Добрый вечер. Пожалуйста, вставьте свой информационный кристалл. А-а-а, допустим, мыло. А-а-а. Понятия не имею, как это сделать. Так, стоп, подожди. А-а-а, серьезно? Мыло туда всунуть? Э-э-э... Давай попробуем. Получится. Хм. У меня возникла идея. Я взяла кусок мыла и бросила его ровно туда, где до этого лежал кристалл. Давай-давай, поищем. Кристаллик. Угу. 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 Вот оно как. Мыло в ручей. Прекрасная идея. А вы нашли этот информационный кристалл? Ну да. Пена указала мне дорогу. Оставалось лишь надеяться, что он все еще работает. Я нашла второй информационный кристалл. Ты можешь считать с него данные? Пожалуйста. Неплохо, радист. Но ты потратила свой возможный перерыв зря. Чертов кристалл поврежден. Мы не можем выяснить, где Найджел нашел эти данные и загрузить их повторно. Данные уничтожены. Однако идентификационный чип, кажется, еще работает. Если ты найдешь работающий терминал, ты сможешь воспользоваться этим кристаллом, чтобы войти в систему с учетной записью Найджела. Его пароль? Синезеленая водоросль. Конечно. Вот что имел в виду Найджел. Цианобактерия. Вот ключ. Оставь это. Вряд ли старик обнаружил что-то стоящее. Можно мне его взять? Бери. Так. Идем тогда назад. Синезеленая водоросль. Теперь введите свой пароль. Пароль «Синезеленая водоросль»? Добро пожаловать обратно, Найджел. Что я могу сегодня для вас сделать? Я хочу загрузить те же данные, что и вчера. Этот запрос выполнить не удалось. Этот запрос выполнить не удалось. Пожалуйста, повторите попытку, Найджел. Что это вообще такое? Меня зовут Квики. Я являюсь частью многофункциональной информационной системы Платина. Чтобы ваше пребывание в библиотеке Джека Лондона было как можно более приятным, в меня интегрирована сложная, но очень мощная система современных алгоритмов вежливости. Я свободно говорю на 34 языках, а также могу предоставить вам доступ. Добро пожаловать в библиотеке Джека Лондона. Так. Я ничего не понимаю. Мне нужна помощь. По теме помощь, никакой помощи я вам оказать не могу. Отлично. Что это вообще такое? Вы хотите узнать больше? Информационную систему Платина разработала Сара ВАСКОТ. А Квики означает? Компьютерная версия интеллектуального кибернетического информатория. Я хочу загрузить... С радостью. Прежде чем я приступлю к выполнению вашего запроса, могу ли я обратить ваше внимание на наше сервисное предложение? Спасибо. В этом нет необходимости. По какой из ниже перечисленных тем вам необходима дополнительная информация? Ассортимент нашего кафетерия? Я же сказала... Преимущества для владельцев премиальных учетных записей? Или наше многостороннее предложение услуг по электронному обучению? Я просто хочу загрузить данные. Вы можете ознакомиться с ассортиментом нашего кафетерия. Не желаете плотно позавтракать? Или выпить чашечку кофе? Найджел, насладитесь нашими завтраками. Заплатите один раз и ешьте сколько хотите. Я ничего этого не понимаю. Мне нужны только данные. Владельцы премиальных учетных записей могут пользоваться множеством разнообразных преимуществ. К примеру, вы знаете, что пользователи премиальных учетных записей имеют неограниченный доступ к нашим носителям. Или что они получают значительные скидки на все водные мероприятия. Обратитесь к нашим сотрудникам сейчас, чтобы получить брелок в подарок. Мне нужны только данные. Больше ничего. Вы хотите получить дополнительную информацию о наших услугах электронного обучения? Теперь вы можете отправиться в мир виртуального обучения и расширить свои познания. Не надо ждать. Зарегистрируйтесь в нашей программе сейчас, и вы получите пробный месяц электронного обучения. То есть вы не хотите получить информацию о наших сервисных предложениях и хотите загрузить данные немедленно. Очень хорошо. Наконец-то. Загружаю. Загружаю. Процесс был прерван. Не удалось начать процесс загрузки данных на сервер. Пожалуйста, обратитесь к одному из наших дружелюбных сотрудников в одном из сервисных пунктов. Все ваши сотрудники давно умерли. Мне очень жаль. Я вас не понял. Пожалуйста, повторите. Никаких сотрудников больше нет. Они все умерли во время климатической катастрофы. Мне очень жаль. Я вас не понял. Пожалуйста, обратитесь к одному из наших сотрудников в одном из сервисных пунктов. Я попытаюсь загрузить данные еще раз Очень хорошо Загружаю Загружаю Процесс был прерван Не удалось начать процесс загрузки данных на сервер Пожалуйста Почему я не могу загрузить данные в кристалл? По неизвестным причинам начать загрузку данных на сервер не удается Но не волнуйтесь, Найджел У нас есть копия ваших данных в нашем кристальном архиве Вам поможет один из наших сотрудников в одном из сервисных пунктов Да что это вообще такое, этот ваш сервисный пункт? Все наши сервисные пункты обозначены синим неоновым знаком Осмотритесь вокруг Вы никак не пройдете мимо Наши дружелюбные сотрудники с радостью вам помогут Пожалуйста, примите наши извинения Если из-за большого наплыва посетителей вам придется немного подождать Я не хочу стоять в очереди за своими данными Если нашим клиентам приходится ждать более пяти минут Мы предлагаем им бесплатный освежительный напиток Так Я не хочу пить Я хочу получить свои данные Пожалуйста, примите наши извинения за причиненные неудобства Шкафы кристального архива теперь открыты Пожалуйста, следуйте за светящимися лампами к необходимому вам накопителю Эээээ, световой сигнал неисправен Сотруднику было отправлено сообщение о необходимости замены светового сигнала Информационный кристалл можно будет взять только когда в оба гнезда будут установлены функционирующие лампы Прошу вас немного потерпеть и желаю вам прекрасного дня, Найджел Чёрт! Так И где они находятся? А, вот они, что ли Так 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 Я не могу дотянуться Гнездо для одной из этих сигнальных ламп Я не могу дотянуться Так, подожди Закрываем два ненужных архива, чтобы обставляем справа в разъеме нашей лампы Она говорит только во втором разъеме снизу Это ничего не даст Только не говорите, что я опять где-то туплю Ну? Подожди Гнездо? Опа-на Вот где горит Гнездо для... У стены есть три подозрительных гнезда Дайте-ка угадаю Это были телепортаторы Вы встали в один из них Пробормотали что-нибудь в свою рацию и... Уи-и-и Оказались на другой планете Нет, это были ржавые полки О, какая жалость Так... Блин, секундочку Подождите Я сейчас кое-что сделаю Это долго времени Не должны знать Так... Сейчас Здесь... Подождите Секундочку Так... 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 А, подожди. Та, подожди. Та, подожди. Та, подожди. Та, подожди. Та, подожди. Подожди, кристалл забираем, а какой? Подожди. Подожди. Я не могу дотянуться. Я понимаю, что ты не можешь дотянуться. Что ты у нас типа тупая, блядь. Первый же тоже не светится. Устинные есть три подозрительные. Дайте-ка угадать. Вырвста, оказать. Нет. Подожди. Подожди. На пересечении горячих ламп. Гнездо для одной из этих сигнальных ламп. гнездо для одной из этих сигнальных ламп. Я не могу дотянуться. Устинные есть? Дайте-ка угад. Вырвста, оказаль. Нет. Ёб твою мать. А какой тогда? Евучий ты в рот. Вот это, блядь, поворот, нахуй. Блядь, что за тупое прохождение, блядь? Вообще нихуя непонятно, блядь, что делать в этом месте. Ебать, какая тупость. Вот серьезно, я не знаю теперь, блядь, как это работает. Штепсельное, блядь, гнездо, нахуй. Блядь. Ну, блядь, это не то, нахуй. Она, блядь, третий шкаф, нахуй, открывает. Гнездо? Дура тупая. Ебать она, дура тупая. Блядь, я ебал. Просто реально, жесть. Пиздец, блядь. Гнездо для... Да я понял. И где из них сраные данные, а? Стоп, подожди. Может, можно взять кристалл? А куда его, блядь, положить, нахуй? Подожди. По логике, может, я... Ни в коем случае. Блядь, подожди. Ни в коем случае. Пиздец, блядь. Ебать она тупая, нахуй, блядь. Ебать копать. Чё же так всё занудно, блядь, а? Вот серьёзно, блядь, из-за этой хуйни, которую ты нихуя не понимаешь, ты, блядь, не знаешь, чё тебе, блядь, делать. Ты, блядь, делаешь, вроде как, нахуй, по описанию, блядь, когда надо. Но игра тебе говорит, ой, блядь, чё-то ты не так делаешь. Где она там эти кристаллы, блядь, откроет? Вопрос. Куда этот момент наступит? Блин, серьёзно? И вот с этим сейчас просто трахаться, да? Ебать копать просто. Чё может быть лучше, блядь? А лучше ничего не может быть, да? Просто. Круто, блядь, спасибо. Блядь, где эти кристаллы? Блядь, подожди. Я, походу, слишком это... Быстро нажал. Так, а при чём тут третий, блядь, шкаф? Не, это не то. Капец. Охохохохохохохохо. Господи, даже парень тут это... Просто мучается в этой части, блядь. Ну так же он ящик открыл А дальше чё блять Ну забрал он крестал и чё блять делать А при чём тут первый блять Первый не горит нихуя Чё блять Серьёзно? Серьёзно? Блять Вот знаете самое интересное что игра не говорит Что втыкать блять этот грёбанный нахуй алмаз блять в пол Ой подожди Лампу блять Подожди Лампу Взять И втыкнуть в это гнездо Вот такую походу схему надо делать да? Световой щек Сотруднику была информация Ну давай Ты издеваешься блять Блять А как это должно работать? Объясните блять пожалуйста Тупому человеку нахуй Хорошо Чё в четвёртую лампу? Чего блять? Хорошо Ты не можешь дотянуться А дальше чё блять? Не пойму нихуя Ну то же самое хуйню говорить А чё делать блять? Вот такой вопрос не понимаю А какого хрена с тем хреном говорить Типа он поможет дотянуться блять? Серьёзно? Подожди Нет нам нет смысла А как вернуться к тому парню? Блин просто охренеть Чего блять? Чего блять? Через А это тут при чём? А Понятно Вот он был проход Я чё-то его не сразу заметил Данные у тебя? Почти Пароль Синя-зелёная водоросль Я это не забыла Я просто лишний раз напомню Это ничего не даст Окей Не даст А дальше чё? Не пойму ничего А дальше чё-то А дальше чё-то А-а-а! Тьфу ты, бля! Во как надо было делать, да ёпарасы ты! Тупая система, а! Иди сюда, блядь! Это сигналь! Капец, блин, логика! Ниппель, блин, просто! Э-э-э, световой сотруднику было информационно... Чё, блядь? Чё, серьёзно не так? А как? А как? Капец, это тупость! 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 Ни хрена не понимаю. А, подожди, и просто, по-моему, это... Нет? Нет, ни хрена. Капец, а как это проходить? А... Серьезно? Просто надо было подключить вот это и этому хрену сейчас... Стоп, 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 подожди, подожди. Надо забрать кристалл и идти отнести ему. Все, я понял. Чтобы вместо терминала... Блё, господи, ничего не объясняют. Я надеюсь, это так. А ну-ка. Подожди. Чёртов, кристалл повреждён. Подожди, дай с ним поговорить. Данные у тебя? Пароль? Я это не... Я просто лишний... Так, подожди. Чёртов, кристалл... Окей. Я в курсе, дебил. Подожди. Сальвадор уже работает здесь, и он обращается с этой штукой лучше меня. Чёртов, кристалл... Да я понимаю, как это пройти. Чё за хрень? Это реально, блядь, уже не смешно. Ёбаный в рот. Да нет. Другов... Чё... Чё... Это сигнальная лампа. Не знаю. Не. Подожди. А может вставить можно? Нет, нет. Ни в коем случае. Твою мать, блять, как это работает, ёбаный ты в рот. В смысле, блять? Твою мать. Твою мать, блять. Твою мать. Субтитры создавал DimaTorzok Как это у него получилось? Чего, блядь? Сотруднику было отправлено сообщение о необходимости замены светового сигнала. Информационный кристалл можно будет взять только когда в оба гнезда будут установлены функционирующие лампы. Да ёбаный в рот, подожди Подожди, может имелось ввиду А ну подожди Использовать Световой сигнал неисправен Сотруднику было отправлено сообщение о необходимости замены в информационный кристалл Ну, допустим, блять Чёртов крест Блять, ты серьёзно? Пиздец, либо я тупой, блять Либо чё-то не так делается, блять Какого хуя? У стены есть три? Дайте выпак Гнездо для Стоп, подожди Нет, нет Не знаю Ебать, как это тупо Пиздец, блять Как это, блять, работает Ёбаный ты в рот Пиздец, блять А, подожди На пересечении Да куда Куда ты, блять Пошла Тупая ты Пизда Ну, наконец-то Наконец-то, блять Это получилось Аллилуйя, блять Хрен, блин, просыш Где и чё и как Так Так, подожди Какой из них? Чёртов креста Вот этот, что ли? Окей Данные у тебя? Да Причём оригинальные Браво Давай сюда Надеюсь, сейчас нам больше повезёт Получается? Не беси меня, радист Подожди немного Фэй, подойди Взгляни-ка на это Эмилио Индес Крупный промышленник и мультимиллионер из энергетической отрасли Ты только посмотри К концу тысячелетия он построил более 30 мощных электростанций в странах третьего мира И десять из них располагались здесь, в бразильских джунглях А потом Баба Взрыв в кратчайшее время уничтожил большую часть тропических лесов Последствия были ужасными Это кошмар Ядерная зима Парниковый эффект Гальфстрим остановился И посмотри Полюса Всё это случилось за какие-то несколько лет Что это была за фотография? Все опасности климатических изменений были известны давно Были протесты и коллективный иск против заводов Индеса Причем незадолго до происшествия И вот Международная надзорная комиссия по энергетике Было слушано в Осло, где принимали решение о том Может ли Индес продолжать эксплуатировать свои электростанции Вот оно в чем дело Найджил хотел, чтобы мы отправились туда Именно на эту конференцию Возможно, а может и нет Вот тут даже написано Решение было принято в пользу Индеса Потому что не было никаких альтернатив Ты думаешь о том же, о чем и я? Водоросль! Сальвадор, я совершенно уверена Эта конференция наш шанс Мы должны рассказать на ней о водоросли Индесу придется остановить свои электростанции И Земля будет в безопасности Слишком опасно Наша цель Индес Если мы остановим его, мы остановим и климатические сдвиги Мне необходимо попасть на эту конференцию Нет Нам нужно на электростанцию Мы должны предотвратить аварию Но таким образом мы лишь отсрочим катастрофу Остальные электростанции... Вздор! Я принял решение Мы отправляемся в Бразилию Иди к Дельвину и скажи ему, чтобы готовил темпоральную капсулу к старту Авария на реакторе? Чушь! Причиной климатической катастрофы может стать глобальное потепление Загрязнение окружающей среды А не какой-то голливудский сценарий Ну, да Регулярное загрязнение окружающей среды Которая за долю секунды разряжается катастрофой Ерунда Просто ерунда Неважно, с чего началось С твоей помощью мы это предотвратим Теперь мы знаем, в какое время нам нужно попасть Нам нужно лишь найти подходящий атом Чтобы подготовить темпоральную капсулу к старту Спроси Дельвина, он закончил или нет? Угу Окей Такс Фей, я распаковал нашу провизию Вот, возьми Дельвин, у нас снова появилась цель Нам нужно прыгнуть в прошлое еще раз Там взорвалась атомная электростанция, которая и стала причиной климатических изменений Взорвалась электростанция? Это же наш шанс предотвратить несчастье Теперь же нам нужен всего лишь намагниченный атом из того времени, верно? Всего лишь Да Сейчас у нас нет ни инструментов, ни времени на поиски и датировку подобного атома А откуда у тебя информация про АЭС? Я загрузила пару картинок с одного из терминалов Хмм, раньше фотографии делали с помощью покрытых желатином носителей С помощью так называемых видеопленок Если нам удастся отыскать оригинал этих материалов, мы сможем найти и нужный нам атом в желатиновом слое Ты не знаешь, здесь есть архив? Я работаю над этим Будь осторожна Так, подожди Я еще хотел у тебя спросить Нам нужны оригинальные записи из архива Я работаю над этим Так, подожди Дельвин работает над лазером Окей Идем тогда к тому хрену И тогда спросим его Ты поговорила с Дельвином? Да, с темпоральной капсулой все в порядке А нужный атом мы сможем найти на оригинальной пленке Дельвин, настоящий гель А ты пока найдешь дорогу вниз И достанешь нужные видеоматериалы У каждого предмета в этом архиве есть свой идентификационный номер Оригинальные записи катастрофы на электростанции Индеса Начинаются с номера 2110832100 Это должно ускорить твой поиск Ну, спуститься, так и спуститься Так Че дальше-то? Да Ладно, попробуем там осмотреться Так Ох, как же тут темно В самом конце видно освещённый лифт Но больше не видно ничего А Вот чё Я смотрела в дырки Но ничего разобрать не смогла Очень пригодился бы второй зонд Но второго зонда нет А если бы и был Его наверняка тоже забрал бы тот чужак за дверью Это я просто так подумал Так, подожди Ох, как же тут темно А как мы это сделаем? Стоп Эй, я установила связь с зондом и... Опа Вон, уйди Вон, ну всё, хватит Кто здесь? Эй Я знаю, что тут кто-то есть Отзовись Оставьте меня в покое Чего ты от меня хочешь? Так, подожди Кто ты? Кто я? Я не знаю А ты кто? Я Фей Здесь ещё кто живой есть? Да Тут много друзей У меня тут много друзей, Фей Что за этой дверью? Хранилище Мой дом Найджел где-то здесь? Кто? Кто такой Найджел? Такой пожилой дяденька С бородой и в очках Он недавно... Он должен быть где-то здесь Нет Здесь никого нет Ты же только что говорил, что ты там не один Ну я же сказал только что, что тут никого нет Оставь меня в покое Мне нужно попасть в архив носителей данных А у тебя есть еда? Я проголодался У меня есть вот эти таблетки Не хочу я таблеток А ты умеешь готовить? Я не смогу тебе ничего приготовить Тогда я тебя и не пущу Тогда я пойду Так, подожди А, серьезно? Можно даже так сделать? На замок? Как умно Я перекачаю энергию из замка в батарею И смогу его открыть Ага Хе-хе Как? Как мне объяснить это Дельвину? Лучше я оставлю это у себя Ничего не происходит Что это? Эй, я знаю, что это Это деньги Не может быть И вы немедленно их узнали? Да, мой отец показывал мне их Когда я была совсем маленькой Мы так и не поняли, как ими пользоваться Но я как раз собираюсь это выяснить Ха Было бы весело Похоже, подойдет А теперь все пропало О, пищемат Я и не знала, что они появились так давно Так Так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, как липко Смотри, у меня для тебя кое-что есть Положи вон там, на лестницу А теперь выйди Я впущу тебя, когда захочу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ага Ага Так, подожди Так, подожди Добрый день Добрый день Мне нужна видеозапись Номер 2110-8321-0091 Минуточку, пожалуйста И ты туда же И что случилось? Очевидно, при попытке доставить заказ произошла ошибка Контейнер неисправен Контейнер неисправен или неправильно хранится Недалеко от нужного вам артикула Хранятся предметы с похожими номерами Первое Рукопись Магазинчик Антимы Авторство Рея Племита 2110-8321-0012 Второе Зеркальный фотоаппарат Нинон Опус Люкс Си 2110-8321-0089 Если нет другого выбора, я возьму камеру Задача выполняется Ага Окей Так Подожди Ааа Ааа И как это работает Подожди Ладно, поставлю таймер автоспуска примерно на одну минуту А теперь мне нужно поторопиться С этим я закончила Аааа Окей Добрый день Так Я возьму фотоаппарат Я возьму фотоаппарат Задача выполняем Давай. Окей, допустим, взять. Минуточку. Ах, да, вот. Вон там, справа, должно быть видеоплёнка. И я вижу ещё кое-что. Ящик с каким-то номером. Так, подожди. Добрый день. Если это не ваше имя, войдите. Я хочу заказать кое-что ещё. Прежде чем оформить ещё один заказ, вы должны вернуть указанный... С этим я закончила. Давай. Добрый день. Так, тройка, да. Мне нужен предмет с номером 3476-8970-9987. Контейнер под номером 3476-8970-9987. Пуст. Вы всё равно хотите оформить заказ на этот предмет? Да. Такс. Ага. И чё оно, и чё это нам даст? Ты меня здорово напугал. Ты меня тоже здорово напугала. Чего тебе здесь нужно? Я ищу человека по имени Найджел. Ты его видел? Нет. Я тут совершенно один. Здесь только мои друзья. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Можно? Только если это недолго. У меня ещё много дел. Я быстро. Что тут произошло? Почему всё уничтожено? Вещи так быстро ломаются. Всё так быстро ломается. Авария на электростанции давно произошла? Не знаю. Нет, здесь никакой электростанции. Только библиотека. Довольно много вопросов. Просто оставь меня в покое. Ага. Ну, это очень важно. Как тебе удалось пережить катастрофу? О чём ты? Ты же наверняка каким-то образом застал климатический сдвиг. Не знаю. Ты мне не нравишься. Но я должна задать тебе эти вопросы. Хм. А другие выжившие есть? Ты же говорил, что у тебя здесь есть друзья. Много друзей, да. Но сейчас их тут нет. Жалко, жалко. Я бы с радостью вас познакомил. Ты могла бы для них что-нибудь приготовить. Очень много вопросов. Слишком много вопросов. Расскажи мне ещё раз о своей жизни. Я этого не люблю. Ладно. Это всё. Хорошо. Ты можешь попросить Квике отправить ящик назад? Но моим друзьям это не понравится. Пожалуйста. Сделай это для меня. И больше я тебя никогда не потревожу. Мои друзья говорят, что мне нельзя отсылать людей в коробки. И никаких исключений не получится. Нет. Тэкс. 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 можешь отправлять меня обратно хорошо к вики отправь ее обратно так это они застряла эта коробка с видеокассетами так хорошо а твердку опять ты их забирай пленка с аварийной электростанции и с записью конференции не важно что говорит сальвадор мы должны поговорить с людьми он еще признает мою правоту так хорошо дальше что а войти я села в коробку и стала ждать не знаю долго ли я ждала 10 минут полчаса ничего не происходило и ваш друг просто бросил вас там ему не понравилось что вы взялись его поучать как ему нужно жить как бы то ни было он меня предал алло центр путешествий во времени прошу ответить квадди наоми это фэй вы меня слышите отменить миссию проиграли проиграли мы проиграли эхо от остальных вот а наше спасение бенд свенсон я такого никогда не говорила алло алло кто это и наконец мо что что говорю включи наконец мозг и перестань кудахтать в микрофон как сумасшедшая курица Ты вообще где? Мне удалось перехватить отрывки темпоральных помех. Ого, поздравляю. Вот что, оказывается, отличает профессионального радиста от дилетанта вроде меня. Когда я что-нибудь ловлю, я получаю только чистый сигнал. Нет, ты меня неправильно понял. Я слышала сама себя, но не в этом времени, а позднее. То есть, я говорила что-то, что я еще не говорила. Мы посылаем радиосигналы сквозь время. Чего ты хотела? Тебе что-нибудь говорит имя Бент Свенсен? Свенсен? Разве тебе это ничего не напоминает? Это именно он вот уже несколько столетий снабжает нас энергией. Точно? Да. Кто бы мог подумать, что между ним и генератором Свенсена может быть какая-то связь? Да нет, я не об этом. У меня просто план появился. Я знаю, как мы можем предотвратить катастрофу. Это все хорошо и прекрасно, но без пленки у нас все равно ничего не получится. Пленка у меня есть. У меня даже две пленки. Одна с места катастрофы, а вторая, что куда интереснее, представляет собой запись конференции, которая прошла за неделю до катастрофы. Так чего ж ты тогда ждешь? Неси их сюда. Я не могу. Я застряла. Великолепно. И где? В архиве. Вообще-то, меня отсюда должен был вытащить один друг, но я что-то слишком долго его жду. Друг, жди там. Я скоро подойду. Конец связи. Хорошая коробка. Надеюсь, серийное производство такие не пустили. Спасибо тебе за помощь. Ты сказала, что пленка у тебя? Вот, пожалуйста. Отличная работа. А вот вторая. Так, вот наш план. Мы отправляемся на эту климатическую конференцию и рассказываем людям о генераторе Свенсона. После этого они остановят электростанцию и... Пффф, климатическая катастрофа не состоится. Где? Где мой друг? Он отказывался сотрудничать. Я был вынужден минимизировать риск. Ты его... Да, и прямо здесь. Видео с конференцией можешь оставить себе. Я не собираюсь ставить под угрозу успех нашей миссии и заниматься всякой дипломатической ерундой. Наша цель – электростанция. Что? А ну немедленно отдай мне кассету. Если мы отправимся на станцию, трупов будет только больше. Мы отправляемся на конференцию. Это... Это и в твоих интересах тоже. Ну-ка, поподробнее. Очень интересно. Мы ничего не знаем про время, куда мы отправляемся. Может быть, все совсем не так, как в этих роликах. Отправляясь на конференцию, мы попадаем за неделю до катастрофы. И у нас остается больше времени, чтобы выяснить ее причины. Хм, хороший аргумент. А что потом? Если у нас не получится спасти АЭС прямо там, наше задание окажется невыполненным. Мы повысим наши шансы, если заранее попытаемся предотвратить несчастье. Разумно. Что еще? Мы должны найти долгосрочный и всеобъемлющий вариант решения проблемы. Если мы спасем всего одну АЭС, где-нибудь еще взорвется другая. Люди должны измениться по собственным убеждениям. Мы не можем их к этому принуждать. Это мы еще посмотрим. Теперь все? А тебе этого мало? Ну ладно. Я пущу тебя на твою конференцию. Просто этот вариант куда лучше. Сегодня ты продемонстрировала свою ловкость и ум. Ты сама переделала дрель, сама починила незнакомый терминал. Наверняка ты запросто сможешь починить и вторую темпоральную капсулу. Что? Если ты еще не заметила, в нашей капсуле есть место только для двоих. И я решил выбрать нашего техника. Вы собираетесь бросить меня здесь? Да. И вот еще что. Мы не сможем избежать насилия. Кто должен умереть, умрет. Большое спасибо тебе за участие, Фэй. Удачи. Подожди! Поскольку вы здесь, я полагаю, вы смогли пробраться во вторую капсулу? Нет. Я ее саботировала. Вы не можете просто оставить меня здесь. Дельвин! Мне очень жаль, Фэй, но я... Дельвин важнее тебе. Он заставит тебя убивать людей. Фэй, прошу тебя. Сейчас мне нельзя совершать ошибки. Кассета на месте. Темпоральный прыжок сейчас начнется. Я больше ничего не могу изменить. Зато я, возможно, смогу. Так, подожди. Темпоральная капсула, похоже. Придумай что-нибудь, Фэй. Эм... Я не могу просто так уйти. Сальвадор и Дельвин в любой момент могут улететь без меня. А ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Дельвин! Эй, оставь кассету. Но... Я просто выполняю приказ Сальвадора. Так, не пойму, а что нам делать-то? Дельвин. Эм... Пока никто не видел, я поменяла видеокассеты местами. Так, всё готово. Начинаем прыжок. Импульсный генератор на максимум. Координаты цели введены. Квантовая сигнатура видео. Что-то не так. Боже мой! Отменить прыжок. Поздно. Темпоральный сдвиг разорвёт нас на части, если я всё немедленно не перестрою. Фэй, я тебя убью. Ты поменяла видеоролики, да? Фэй, садись в капсулу к Сальвадору. Я спасу то, что можно спасти. Всем спокойней. Цель теперь не электростанция, а конференция. То есть недели раньше. 21 марта. Нет, стоп. 20-е. А год. Год. Боже мой. Что говорил Сальвадор? Надеюсь, всё было верно. Второй темпоральный прыжок отличался от первого. Боль была невыносимой. И вот я здесь. С твоей помощью мы, возможно, сможем дать человечеству второй шанс. Это всё Барни придумал? Отличный розыгрыш. Но я как раз... Это не шутки, Свэнсон. Ты должен помочь мне спасти мир. Прочь. Прочь из моей жизни. Ты... Ты что, меня не слушал? Без твоей помощи мне не удастся. Не слушал? Я очень внимательно слушал. Я всё понял. Прокрутил в голове ваши слова, и я хочу, чтобы вы, чёрт бы вас, побрал, исчезли. Эй, да ладно, старик, не бойся! Хм, глава третья. Пробуждение орудия. Привязано крепко. Ты в самом деле считаешь, что это хорошая идея? Теперь он точно не согласится помогать. Он и до этого не соглашался. Что это за люди? Что-то типа эко-террористов? И где они вообще? Ага. Короче, получается вот на этом месте. Угу. Ну, в принципе, хорошо. Я думаю, на этом моменте мы закончим вот это прохождение. Запарились только с алмазом. В принципе, реально, игрушка играется на одном дыхании, как мультик. Это очень интересно, увлекательно, самое главное. Меня редко увлекали так квесты с такой-то рисовкой, мультяшными роликами, интересным сюжетом. Действительно, очень захватывает, интересно, что будет дальше. Очень увлекательно, так можно сказать, фантастика. Ну, а в принципе, вот мы с этого момента начнем в другой раз. Спасибо, что смотрели. А с вами был Казоку Фэмили, в принципе. Вот. А всем до новых встреч и всем удачных выходных или удачного дня. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok